здравствуйте друзья сейчас мы будем писать вот эту куколку я покажет вам сейчас это фотоматериал как мы последнее время привыкли работать с фотоматериалов редакторам покажет эту картинку крупным планом мы сейчас делаем закладку такую 15 или может быть 10 минутную закладку веществом краски по тональным пятнам по цветовым для работы уже по сухому поскольку работа непростая то лучше нам поступить таким образом чтобы справиться с этой задачей не мучаясь вязкостью и скользкостью краски поэтому берем жидкость посмотрите на палитру берем жидкость берем берила берем розовый то есть картина у нас фото фото материал у нас и и бирюзовый розовый и бирюзовый фото материал у нас с вами черно-белый поэтому некоторую серенькость мы задействуем то есть это будет бирюзовый с розовым в разбиле но именно эти светики они хоть и серы но уже цветны я взял строительную кисть небольшого размера под размер холста и избавляю белый холст вот сухости и вот белости то есть появляется некая среда обитания ну какая-то среда аля аля постель такая сумеречный или как бы такой теневой цвет постели здесь у нас подушка светла мы ее чуть добавив белил обозначим и здесь белилами обозначим вторую часть видимую и освещенную часть постели цвет тела конечно же цвет тела это розовая и охра или розовая и желтый и и вот он наш цвет тела и так друзья смотрите мы кинули изображение с помощью проектора сейчас камера посмотрит на проектор и постарайтесь себе тоже завести такую игрушку она очень полезна для художников всю жизнь художники мечтали таких игрушках и наконец имеют возможность с такими работать стоит она недорого в рублях 6 тысяч рублей по моему вот так что заведите себе ее и скажем уточнение рисунка особенно портретного толка конечно можно всегда делать с помощью проектора и так смотрим на картиночку и что мы пост как мы поступаем берем черный берем красный или розовый и реперные точки рисунка уточняем с помощью с помощью этого цвета реперными точками понятно что являются вот эти вот ну собственно теперь можно уже работать с этим изображением я включаю свет и так у нас есть почти белые почти белые простыня и подушка немного усилим и в белизну чтобы от нее отталкиваться в белизне тела это самое простое пятно здесь ошибиться трудно здесь я наверное все таки сделаю подушку под уклон для того чтобы вот эта линия подушки не дразнила вот эту линию все таки это важнее чем это беру розовый и бирюзовый здесь тоже розовый и бирюзовый в разбили получился хорошенький свет можно плюс черный чуть-чуть чтобы подгрязнить это здесь волосы соединятся с темнотой фона и темнота фона выстроиться по направлению света вот подушка может даже иметь уголочек небольшой волосы девушки будут чернить немножко съедят вот этот некрасивый треугольник вот здесь и тень вот девушки на простыню тоже обозначим бирюзовый с зеленым вообще красивое сочетание бирюзовый ой бирюзовый с розовым такое серенькое и красивенькое конфигурация белых пятен уже разная что выгоднее чем два одинаковых лоскута которые есть на фотоматериале чуть под эту палитру от черного и от зеленого сполоснул тем что макнул в разбавитель на рабочую часть палитры и вытер кисть и вытер палитру на рабочую часть для смешивания и у меня получилось вполне зачищенная кисть то есть совсем чистая она нам не очень может быть даже и нужно разбил охры понадобится нам для то есть такой желтоватый цвета можно чуть-чуть с розовеньким и область освещенности накроем краски немного затирательно подкладка у нас высохла полностью прошло всего три дня даже на второй день уже можно было писать вот здесь у нее маханький свет но можно его преувеличить я поверхность ничем не протирал краска еще живая то есть еще нет необходимости связки одного слоя с другим вот поэтому практически как будто продолжаю предыдущий сеанс но при этом у меня высохла подкладка я успел сориентироваться полу по основным пятнам теневые теневые будут розовить краснить розовить красавицы 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 красавицы